Отвечёмся от геополитики. Политики вообще, может быть, и с удовольствием приветствую в нашей студии Игоря Маржаретта, нашего автомобильного обозревателя. Привет, привет, привет. Добрый вечер. Давайте действительно поговорим об автомобилях. Слишком много политики в последние дни. Может, что-то всё-таки хорошее в нашей жизни есть. Я о хорошем с удовольствием расскажу. Сейчас, хотя бы потому, что у нас есть очень любопытные цифры, и российские, и московские, например, по поводу аварийности в прошлом году. Цифры, которые, в общем, внушают оптимизм, и неплохой. Например, на скоростных дорогах, на платных дорогах Российской Федерации аварийность сократилась на 23%. Это очень здорово, и это радует. За счёт факторов называются или просто просто дают? Нет, конечно, всё это называется, потому что там, во-первых, исключена самая главная и самая страшная причина аварийности. Это лобовое столкновение, потому что есть разделительный барьер. Потом скоростные дороги, они, как правило, все освещены. Есть развязки в нескольких уровнях, нет пешеходных переходов. Ну и, соответственно, хотя скорости высокие, но аварийность там меньше в среднем в два раза, чем на дорогах. Тогда получается, что рецепты же известны. Да, рецепты известны, но, к сожалению, все дороги одномоментно не сделаешь скоростными, такими современными. Таких дорог у нас не очень много в стране, но они есть, их всё больше. И любопытные цифры сегодня огласил начальник московского ГИБДД Виктор Коваленко, который сказал, что Москва самый безопасный город России, как ни странно. На первый взгляд, больше всего машин, 4 с лишним миллиона на учёте стоит, машин приезжих много. А, однако, шансов в Москве, не дай бог погибнуть в аварию, меньше, чем в среднем по России. Потому что есть такая штука, социальный риск называется, число погибших в течение года на 100 тысяч населения. Если в стране в среднем 13 человек гибнет, то в Москве 4. У нас такой же показатель, как, допустим, в Германии, где всё очень неплохо. Но, может быть, тоже потому, что известны рецепты. Тоже известны, да. Самые лучшие дороги в Москве, освещение. Освещение. И, если честно говорить, тут ещё самые лучшие машины. Потому что одно дело, когда попадает в аварию старая шестёрка, извини, она разваливается после удара. И современный автомобиль, неважно, российский или импортный, сделанный в России, там есть и подушки безопасности, и элементы безопасности. И там всё-таки меньше страдает. Мне очень понравилось то, как выглядит, по оценке генерала Коваленко, среднестатистический виновник аварии. Такой портрет. Между прочим, это мужчина в Москве. Мужчина на долю женщин приходится меньше 10% аварий. Несмотря на все анекдоты. Да, несмотря. Значит, этот человек российский гражданин, потому что иностранцы виноваты только в каждой шестой аварии. Значит, пять аварий из шести это российские. Он проживает в Москве или области, он не приезжий откуда-то. Он именно москвич и живёт здесь или житель области. Аварии больше всего происходят вечером с пяти до двадцати трёх часов. Ну, люди разъезжаются с работы, как правило, усталые, в общем, не такие внимательные, наверное, расслабленные немножко. Едет человек с думой об ужине, о домашних тапочках, которые он, наконец, наденет. И тут бабах. Ну, и чаще всего причина ДТП – это столкновение, вот там, где нету барьера. Это столкновение автомобилем. На втором месте наезд на пешеходов. Кстати, я на днях слышал очень печальную цифру. Примерно в 70% аварий с пешеходами так или иначе виновны пешеходы. Конечно. И мы об этом неоднократно говорили здесь, в этой студии. Ну, и, собственно, что ещё самое интересное, что средний стаж этого водителя, как ты думаешь, порядка семи лет. То есть мы говорим всегда, что есть проблема с молодыми водителями. Есть проблема с молодыми водителями. Но молодой водитель, как правило, пусть у него и мало опыта, он очень боится всего. Он очень осторожен. Он, как правило, боится превысить скорость, нарушить какие-то правила и так далее. А когда человек семь лет ездит, он расслабился, он уже такой, знаешь, я уже всё умею, я такой опытный. И бабах, и авария. А тогда, извини, сразу по ходу вопрос, тогда, по идее, должны быть пересмотрены все эти коэффициенты, которые... Теоретически надо, наверное, так и сделать, потому что, увы, на долю опытных водителей приходится гораздо больше аварий, чем на долю молодых. Ну, и ещё генерал Коваленко рассказал, что в Москве насчитывается в общей сложности, насчитывалось порядка 200 мест, где часто случается аварий. Наиболее сложные такие места, это на Московской кольцевой автодороге и на вылетных магистралях. Ты знаешь, у меня Дмитровское шоссе в этом смысле поразило совершенно. Почему Дмитровка? А чему именно там? Вот я тоже не знаю, это, наверное, какой-то анализ, надо будет интересно посмотреть. Но генерал сказал, что принято решение на этих местах, где происходят аварии, кроме серьёзного анализа, установить и дополнительное ограждение, и дополнительное освещение, и камеры, и предупредить об этом водителе, что тут камеры стоят, ребята, не нарушайте. Ну и, соответственно, может быть, приблизить к этим местам самое главное бригады какие-то, которые могут оказать помощь, потому что самое главное человека, попавшего в аварию, моментально вытащить и отвезти куда-то. Кстати, число мелких аварий в столице, что приятно, сократилось. Ещё несколько лет назад я рассказывал о том, что 2-2,5 тысячи в сутки. Теперь генерал Коваленко говорит, что примерно 600 аварий. Правда, аварий, конечно, больше, но часть мелких аварий на себя берут люди, оформляя Европротокол. А, и тогда они уже не попадают в статистику. Они не попадают в статистику ГИБДД, потому что сами люди разобрались между собой. Так что это вот хорошие новости из Москвы. Ещё генерал предупредил по поводу попыток дать взятку или попыток сотрудникам эту взятку получить. Сказал, что порядка 70 сотрудников уволены в течение прошлого года были не за самые разные подозрительные поведения. За руку никто не поймал. Ну, например, сотрудник разговаривает с водителем, а не записывает с ним разговор. У них у всех есть видеорегистратор на груди, маленький, похожий на спичный коробок. У руководителя появляется подозрение. Он говорит, сотрудник, ну, например, у меня там что-то не сработало. А если повторяется это два, три раза, уже понятно, что тут есть какая-то система. И от таких сотрудников, сказал генерал, в течение прошлого года 70 человек отправили служить в другие места или совсем отправили куда-то, ну, допустим, на пенсию. А 23 водителя было задержано за попытку дать взятки сотрудникам полиции. Ну, то бишь говоря, по нашим договориться. Командир, ну, слушай, ну, давай разберёмся на месте. Я предупреждаю всех водителей в Москве, в Подмосковье, в многих российских регионах. Сотрудники все оборудованы видеорегистраторами, у них есть система записи. Не надо даже пытаться, потому что это может быть провокация, это может быть много чего. И тут просто так не разойдёшься потом. Это во многих случаях заканчивается уголовными делами. А у них есть план по разоблачению водителей взятки дать сил? Вот тут, я надеюсь, плана нет, поэтому, ну, не надо, всё равно. Даже если плана нет, пытаться нарваться. В любом случае, я считаю новость о том, что у нас сократилось число аварий, число погибших и в Москве, и в России на федеральных дорогах, это хорошее. Это у Чертовски приятная штука. У нас пауза, и после этого мы вернёмся к разговору с Игорем Мажореттой об автомобилях. И продолжаем разговор. Игорь Мажоретт, наш автомобильный обозреватель, здесь в студии. Знаешь, я судорожно сейчас вот ищу заголовки по поводу московского автосалона. Я себе попытаюсь пересказать. Такие были вкусные и панические, даже хотелось процитировать. Заголовки примерно такие. «Московский автосалон никому не интересен. 30 зарубежных компаний проигнорировали московский автосалон». Но я когда их увидел, я думаю, боже, что происходит? Я же вроде в курсе, вроде всё нормально. Читать начал эти заметки и понял, что писали их люди не слишком грамотные в автомобильном мире. Потому что, я понимаю, нашёл первоисточник даже. Человек, который писал, он его не очень понимал. Он просто взял список компаний, которые в мире присутствуют. Посмотрел список компаний, которые будут участвовать в автосалоне. И отнял от одного и другого и написал, а не приедут АББГДД, в том числе, например, десяток китайских компаний, которые вообще на нашем рынке не присутствуют, и европейских парочек. Ну, нет их на нашем рынке. Почему они должны приехать на автосалон? Завоёвывать наш перспективный рынок, не иначе. По мнению автора этой заметки. Да, причём какие-то компании, я даже их сам не знаю, какие-то китайские малоизвестные. Вот они не приедут, горе-горе. На самом деле, конечно, ситуация с автосалоном очень непростая. Потому что рынок наш достаточно сейчас слаб. И только начал первые признаки оживления показывать в прошлом году. Но, между прочим, все иностранные компании, которые работают на нашем рынке, отечественные, достаточно с большим оптимизмом смотрят на, если ничего не помешает, на рынок. И говорят, что рост минимум 10% по итогам года ему обеспечен. И поэтому московский автосалон будет, насколько я знаю, будет он достаточно интересным. Более 10 компаний, ведущих мировых, будут. В том числе, уже как минимум 2 компании. Наша Лада объявила о том, что будет несколько премьер интереснейших мировых. Компания Рено французская объявила о том, что будет мировая премьера. И другие компании, которые там будут, например, корейские компании, Hyundai, Kia, ещё другие, тоже сказали, что привезут интереснейшие модели. Ещё бы Kia не привезла, я где-то тоже читал, что, оказывается, россияне больше всего денег тратят на Kia. Больше всего любят, да. Потом некоторые компании, которые официально сказали, мы на автосалоне участвовать не будем, ведущие, в том числе, германские, сказали, но зато мы перед автосалоном на площадках устроим различные такие активити, мероприятия, там, тест-драйвы для всех желающих, которые хотят и могут поездить на этих автомобилях, в том числе в экстремальных условиях, будут горки какие-то сооруженные и так далее. То есть этот автосалон не может похвастаться, как какой-нибудь Женевский, огромным количеством участников и чудовищным количеством премьер. Но он никогда таким и не был, по-моему. Но, с другой стороны, будет достаточно много интересных машин. И, насколько я знаю, упор в этом году делается именно на вот такие активности вокруг. Площадки, разные конкурсы, разные возможности опробовать автомобиль, протестировать его лично, поучаствовать в каких-то викторинах и так далее, получить какие-то призы. То есть я очень хочу, чтобы этот автосалон получился, потому что это, в общем, самое яркое такое автомобильное шоу в году в России. И уверен, что люди поедут и будут смотреть. Никаких поводов для паники я не вижу. И считаю, что впереди у нас интересное мероприятие. В конце августа сам поеду с большим удовольствием смотреть. И мне очень интересно, например, что покажет автоваз. Потому что при всем нам скептическом у некоторых отношении автоваз по-прежнему демонстрирует новые модели. И рост продаж моделей автоваза говорит о том, что как бы мы ни ругали за глаза, реально люди с удовольствием покупают и Веста, и X-Ray, и Гранты, и Ладу 4х4. Так что я надеюсь, что ближе к автосалону расскажу подробнее, что же там за премьеры будут. Но повода для паники не вижу абсолютно. Ну вот я так думаю, что может быть и активность авиакомпаний, автопроизводителей, да. И перспектива рынка будет зависеть еще во многом от того, как будут эти самые автокомпании держать цены. Потому что если вдруг будет резкий взлет... Это конечно. Это будет резкий удар. То тогда просто весь рост рынка накроется. Смотри, тут ситуация вот какая. Во-первых, за последние несколько дней, больше 10 компаний объявили, к сожалению, о том, что цены выросли на их модели. Но это совершенно объективно и связано с тем, что у нас Минпром с первого числа апреля поднял утилизационный сбор, причем довольно сильно, в среднем на 40 тысяч рублей с каждого автомобиля. То есть даже не соотношение рубль-валиды, там евро-доллар, это другие механизмы. Нет, тут исключительно наши налоговые игры в результате привели к тому, что в среднем на 40, а то и больше тысячи цена каждого автомобиля выросла. Правда, для российских производителей, а таких у нас большинство, у нас 83% всех автомобилей, которые продаются на рынке, сделаны в России, причем неважно, это может быть Рено, Фольксваген, BMW и так далее, здесь собраны, это российские. Для производителей российских, это все российские, государство в качестве промышленных субсидий эти деньги в течение примерно полугода компенсирует. И поэтому на те автомобили, которые в России производятся, производители, конечно, тоже подняли цены, но гораздо меньше, потому что, я говорю, на них деньги получат просто позже, а сейчас надо как-то в оборот деньги пускать. А те автомобили, которые привезены из-за границы, к сожалению, подорожали больше. Так вот, у нас в последние дни из-за некоторой паники меняется курс рубля по отношению к доллару и евро, и некоторые начали впадать в панику и кричать, вай-вай-вай, сейчас все подорожает. Ну, во-первых, вот только что ты рассказывал о том, что в конце дня биржа отыграла уже назад, от роста курса доллара к рублю уже 60 копеек, и я надеюсь, и все экономисты говорят, что первые дни паника, а потом потихоньку рынок отыгрывает, и я надеюсь, что курс валюты вернется примерно в то же состояние. Это говорят все экономисты, которые занимаются именно валютой. Ну, в конце концов, мы пережили финал 2014 года. Когда, помнишь, евро один день было 100 рублей, ну что? Да, 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 да. Ну, бывают, к сожалению, такие вещи. Поэтому я надеюсь, что курс установится тот же, который был. В принципе, все экономисты говорят на этот год, если не будет, не дай бог, каких-нибудь других серьезных политических потрясений, именно политических, то курс доллара будет в районе тех самых 60 рублей, пусть не 55, но 60-60, максимум 3, и тогда для производителей и продавцов автомобилей все, в общем, останется на круге своя, и оснований для того, чтобы поднимать цены, не будет. Все говорят, что если вот ничего не изменится, обычный подъем цен в течение года составляет примерно 3 до 5%, но это в рамках инфляции. В принципе, в рамках появления новых налогов, у нас в этом году повысили и акцизно-мощные двигатели, и вот утилизационный сбор, к сожалению, повысили. Поэтому это неминуемо. Но такого глобального резкого роста не предвидится, и поэтому есть некие ожидания, что рынок будет чувствовать неплохо, продажи будут расти. Вот даже ассоциация европейских автопроизводителей говорит плюс 10%. И опять же, есть надежда, что государство потихоньку вернет льготные программы поддержки рынка. Вот сейчас вернули уже льготный лизинг. Видимо, рано или поздно появится и опять же программа обновления, снова появится программа обновления автопарка, и программа льготного автокредитования, и это даст возможность рынку чувствовать себя хорошо. И государству это выгодно. Вот эти все программы очень выгодны государству. Рынок ведь автомобилей у нас составляет больше 2 триллионов рублей. А на поддержку этого рынка государство тратит там в районе 10-20 миллиардов рублей, получая, поддерживая рынок, объем... Ну да, еще плюс мультипликативный эффект. Это очень выгодно для государства, потому что даже в Минфине мне в свое время говорили, что рубль, вложенный в поддержку авторынка, дает 3 рубля прихода в виде новых налогов. И других поступлений. Так что это выгодно, и я надеюсь, что рынок нас будет жить, будет процветать, будут появляться новые модели, о которых мы расскажем, будут появляться новые интересные программы, там, кредитования и так далее. Потому что, ну, хочется ездить на красивой, современном, новом автомобиле, безопасном, кстати, с чего мы начали. И это нормальное, здоровое желание. Ну вот у нас есть с тобой 20 секунд. Почему все-таки больше всего покупают Киа? Вопрошает Игорь. Ну, видимо, по соотношению цена-качество эти автомобили больше всего устраивают россиян. Интересный дизайн, нормальные цены, интересный модельный ряд. Он самый широкий, наверное, из всех производителей, там, под два десятка самых разных моделей. Это не сговор? Это не сговор. Эти все автомобили, кстати, производятся в России, или в Санкт-Петербурге, или в Калининграде. Спасибо большое, Игорь Маржаретто.